Ну, это белые пыльки, то есть леди, достаточно просто, вот, есть определенные лотные, как выглядеть, как одеваться, как, ну, там, связанные с каким-то самочисткой, то есть тут, в общем-то, особых, особых моментов мы не наблюдаем. Опять-таки, если человек одет на, как-то, как-то своеобраз, или чувствует себя неправильно, то это беспокоит, это вызывает напряг, и с этим это что-то бит. И, наконец, первая функция, максимум давнымерная, и здесь, конечно, это у нас идеолог и предприниматель. Значит, конечно же, тут белая сенсорика, болевая функция, болевая в том смысле этого слова. Потому что это и переживание по поводу своей внешности, особенно у идеологов, и масса комплексов по поводу своего здоровья. И особенно работоспособности, это уже предприниматель. И неуверенность в этом. И, конечно, масса фуклей и различных проблем на интуиции опасений. Вот, если вы женщину-даму это похвалите, что-то вы сегодня особенно хорошо видите. Это уже и вот такой внутренний ману. Раздевается, а что я вчера в профессии выглядела, а что я вообще, когда я вообще выгляжу. Ну, то есть, там развивается такой вот целый комплекс всяких фобий опасений по поводу внешности, возраста и так далее. У предпринимателя это выглядит несколько иначе. То есть, это игнорирование собственного здоровья. Иногда и как он выглядит. Просто тело увлеченности работой, это часто трудополики, полный гора потребностей. То есть, работа, можно сказать, на истощение, пока не упадет. И настолько человек не понимает этого, что вот мы предпринимателям этого типа, и говорим, а вы готовы? Я спрашиваю, давно были в отпуске? Ну, было три нас, а там может быть четыре. Все некогда, работа, работа. А, да, и в отпуске нет. А почему в отпуске? Так вы в этом мире некогда. Я говорю, а у вас автомобиль есть? Есть. А вы ему профилактику делаете или ему от обслуживания? Да. Конечно, делаю. Регулярно, регулярно. Как вы думаете, ваше тело машина? Где ему нужна профилактика обслуживания? Да, конечно. Только тогда они доходят. Так вы понимаете, что вот вашему телу нужна профилактика обслуживания? Это называется отпуск. Только тогда он его срабатывает, что да, действительно. А иначе не понимают. Просто абсолютно не понимают вот этого момента. Ну, и, конечно же, вот масс в санформе, когда человек заболевает, то там начинаются те моменты, особенно если еще пойти на работу не может, так сказать, то там уже может развиваться даже степень аудитет. От аудитетного самочувствия до пани. Они пора ли мне на пусорку? Они повесятся ли мне? Значит, чертить как-то. Я не помню, рассказывал о нем, как мать аналитик, свою дочь, подростка, лечила от всяких сонациональных фобий. Дочери 16 лет, все плохо, жизнь не углазь. Я, пожалуй, повешу. Помните, я рассказал, да? Я, пожалуй, повешу. Ну да, вот ты будешь висеть. Она решила ей по четвертой функции преподатурой. Представься, ты будешь висеть на крюке, на веревке. Все по всеми. Не, ваш язык вырубился. Представься, вот смотри. Нет, нет, нет. Сейчас, я лучше утоплю. Вот тебе было. Все. Раздушно. По тебе тут ползают лягушки. Нет, нет, нет. Я так обой прошу из окна. Ну да. Ну ты будешь висеть. Тут же одна асфальт. Раскройная черепь. Течет кровь. Представься на это смотрят. Какая-то вся размазана. Асфальт. Нет, нет. Это я так обой тоже не хочу. В общем, она ее так возила по четвертой функции. Пока не излечила. Вот. Эти экзоскопа. Но опять-таки сознание абсорционирует. А это... А кто был там кто? А кто был там кто в этой паре? Не знаете? А что там? Кто был кто в этой паре? Мать аналитик. Робосперт. А дочка? Гамлет. А дочка Гамлет или Гамлет? Я не понял. Ну суицид Гамлет пока в членове. Знаешь, кто? Он на ее пришли. Он на ее пришли. Он на ее пришли. Сто кровь. Чтобы она выписала глупости в голову. Она и промпилировала ситуацию, которая так предлагала в плане своего убийства. Интересно. Продолжила. Продолжила ситуацию, да? То есть, как на это посмотреть люди в плане эстетической сенсорики? Как это будет выглядеть дальше? Когда ты похожишь с собой, что с тобой будет? Но она больше воздействовала здесь все-таки на сенсорику или все-таки на эмоциональное состояние, которое вживает этот вид? Она задавила ей на то, как она будет выглядеть после того, как ты слышишь с тобой. Да? Какое будет ее состояние и как это будет оцениваться окружающим? То есть, ну, в общем-то... Нет, конечно. В общем, когда там есть, как ты говоришь, в этой церкви, на нижнем обсуждали там аспекты затягивания петель. Да? А именно как это будет после того, как это было. Ну, это просто не то, что с подростками иногда... Не с подростками, а с подростками иногда эффективней понажимать на третий, четвертый взгляд. Все-таки, да. Угу. Потому что у этих неустойчивых активников, у них тут реверсы, реверсы туда-сюда, и вот эти вот эти вещи, они просто... Это такая жесткая стажировка, как вакцина. Угу. Как вакцина, надо вещи. Так. Белый лодок. А, Александр Ильич, ну, перерыв. Обед. А, как сам, да-да-да. Учебный штат всегда. А я... Я не посадочный. Да? Хорошо. Ну, можете обтолистить по белой сенсорикой, по белой сенсорикой. Ну, да. Всем привет! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита!